От третьего микрофона вопрос и переставляйтесь, пожалуйста. Дневник главный редактор Сергей Сацук. У меня вопрос по нашей, как ее называют, системной масштабной борьбе с коррупцией, которая идет в стране уже много лет. Я вот наблюдаю за этим 15 лет, и у меня последние 5-7 лет создалось четкое убеждение, что у нас идет не системная масштабная борьба с коррупцией, а системная создается типичные условия для коррупционеров среднего и высшего уровня. Просто вот несколько фактов приведу, которые об этом все действуют для того, чтобы там свой вопрос. Взять для примера закона об обеспечении коррупции, который еще на стадии первой, который на стадии его принятия участвовался, мы понаблюдали 5 лет, как он действует. Ничего не действует, ни одного факта, ни генпрокуратура, ни следственный комитет, никто не представил, какое влияние на ситуацию с коррупцией оказал. Никакого. Более скажу, ни одна статья там не действует. По каждой статье могу конкретно сказать, что как работает. Ну, пару моментов. Например, есть статья 25-я. Правонанушение, создающее условия для коррупции. И там есть отказ государственного должностного лица в предоставлении информации. Этот отказ создает условия для коррупции. Что происходит у нас? Смотрите. Каждое государственное ведомство внутренними инструкциями оградилось от журналистов. Эти инструкции вступают в прямое противоречие с данным законом, законам о СМИ и связанных с других законами, в зависимости от того, к какому ведомству идет речь. Раньше свободно можно было пойти в суд, взять коррупционное дело, которое рассмотрено и вступило в законное силу решения, изучить его, пресекать свою журналистическую расследование, дополнить его и написать материал. Сейчас этого сделать нельзя. Почему? Потому что коррупционерам крайне невыгодная огласка. Они боятся значительно больше, чем возбуждение уголовных дел, потому что этого можно замять. Когда огласки продадут, то дело так просто не займешь. И, к примеру, конкретный премьер с работой с Следственным комитетом. Обратился читатель, говорит, вот узнайте, почему сайт Следственного комитета стоит 80 тысяч долларов, хотя аналогичный сайт, там можно у комитета, который даже сложнее, стоит в три раза меньше. Послали запрос в Следственный комитет. Думаете, они ответили? Сейчас же. Еще одна статья. Декларирование чиновниками своих доходов. Сейчас активно начали пиарить, что вот, блин, мы теперь будут и не только сами чиновники, но и их близкие и дальние родственники декларируют свои доходы. Опять же открываем анализ Следственного комитета последних коррупционных дел. Читаем. И там черным поделом написано, что после принятия первого закона, чиновники коррупционные начали регистрировать свои имущества, счета, в том числе и за границей, на совершенно посторонних листах, которые даже родственники не являются, то, что без имущества, но и дальние. И выявлять это имущество стало в десятки раз сложнее, только путем кропотливых, опять же, на разыскных действий. Почему сейчас в новом законе вводится эта декларация имущества родственников, когда это не нужно, когда уже чиновники регистрированы посторонних листов? Только для одной цели я вижу. Для того, чтобы красиво подать картинку масштабной борьбы с коррупцией. Заменяется реальная борьба борьбой показной для президента. Или взять эту практику, которая в последние годы и в последних двух структурах, сами все придумали ее, такое название, предвозвращенный ущерб. Проводит, когда там тендер, тендерный центр Мингосполкома, который госконтролевый проверял. Нашли там один тендер, 10 раз дороже закупили реальной ценой, второй там 4 раза дороже, третий и так далее. Вот, и докладывают, тратили ущерб, хуруненькая, красивенькая сумма. А дальше что? А ничего, те люди, которые работают, тогда же работают. Центр работают, работают. Какие уголовки делают, ничего нет. Получается, и волки сыты, и овцы. Все прекрасно, все довольны. Или опять же эту деревообработку взять, на нашу новострадальную, на которую вся Европа смеется. Что Мальцев, директор Борисовского завода, все это придумал, систему, его бросили в это пекло, он крутился, как куш на сковородке. Как крутился, что того, что сейчас сидит. Я думаю, и конституция, если туда бросили, результат был бы тот же, если бы не хотел ума развернуться, уйти оттуда. Плюнь ты раза, через злевые плечи. А так и было, на самом деле, на многих госпиталях, на этих предприятиях деревообработки, приходили руководители, три месяца огрядывались и уходили, убегали оттуда. Прекрасно. Мы так до сих пор не услышали, а кто это все придумал с этой деревообработкой? Кто все это начал, эту масштабную акцию, кто начал выделять деньги без проработных бизнес-планов, без банального анализа рынка? Кто создал, кто решил создавать на одном рынке ряд конкурирующих местовых предприятий? Для чего? Зачем это было сделано? Кто этот человек? Кто этот доктор зло? Мы так не услышали об этом. Все эти факты, меня и бизнес-сообщество четко убедили, что президент касается коррупции, начал терять контрольные ситуации, что за 25 лет его близкое окружение настолько хорошо изучило, измерило, извесило, что теперь в помощи закон в борьбе коррупции, всяких красивых отчетов, которые он постарает, просто вершись, ты хочешь, ты как хочешь. Но есть еще, конечно, мнение оппозиции, которые уверены, что президент все прекрасно в курсе дела, и что Сандра резонсирует все это, шоу. Я не знаю, где это правда, где ложь. У меня в своем мнении у меня свое. Может, есть какая-то другая версия. Но я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Почему под видом этой масштабной борьбы с коррупцией идет масштабное создание типичных условий для коррупционеров именно среднего и верхнего национального, не беру нижнюю? Вы знаете, хорошо обсуждать тему, когда есть факты. Вот это ваше политическое заявление, оно, может быть, вы и правы. Но это не больше, чем политическое заявление. Вот давайте рассмотрим, как вы сказали, на примере деревообработки. Где, как вы сказали, тот дядька или кто дал команду, почему этот процесс начался. Вот я вам отвечу на этот вопрос, чтобы вы не думали, что все ко мне приспособились, и мне тут кто-то подыгрывает. Мне очень сложно подыграть, вообще-то. Значит, вы помните, когда я сказал не только о диверсификации экспорта, я сказал, что нам диверсифицировать и нашу экономику. К примеру, ну зачем нам был бы БелАЗ? Если бы мы сейчас создавали свою экономику с нуля, мы бы строили БелАЗ? Я думаю, нет, и вы бы меня в этом поддержали. Почему? Потому что, может, нам и надо 40 тонн на Микошевича граните, 40 тонн 3 БелАЗа или 5, не больше. Мы бы их купили. Зачем нам создавать такой гигант? Но это досталось нам наследство. И никуда не денешься. Мы к этому привыкли, мы 30% рынка держали, мы умеем, там школы появились, мы развивали это. Но у нас же, но мы при этом очень зависимы. Металл в России покупаем, энергию электрическую, прочее, прочее. Тоже часть оттуда где-то не хватает. Другое что-то. Даже на МТЗ мы комплектующих, наверное, процентов 50-60, а по некоторым крупным предприятиям и 70 покупаем в России. Зачем мы создавали такую экономику? А создавали в едином государстве. Но, тем не менее, у нас свои есть ресурсы, где мы меньше будем зависеть от иностранных поставок. Это сельское хозяйство прежде всего, потому что это для села главная земля. Так? Так. Поэтому мной была дана команда, давайте обратим внимание на сельское хозяйство. Второе. У нас огромные лесные ресурсы. И Бог велел нам переработкой этой заниматься. Да, у нас была часть предприятий деревообрабатывающих. Но к тому времени, когда началась эта модернизация лет 5 назад, они исчезли. Они вообще не могли ничего выпускать, за исключением каких-то столов, стульев и простенькой мебели. Мы начали проигрывать на рынке. У нас для выпуска мебели и изготовления другой продукции, у нас не было, как это называется, Владимир Владимирович, эту плиту, которую мы в Ивацевиче сделали еще? Деверско-ламинированную. Ламинированную. Мы покупали у немцев еще где-то. Что мы делаем? Мы тратим деньги, покупая по импорту то, что у нас под ногами. Поэтому второе было, второе решение в связи с диверсификацией производства. Давайте обратим внимание на деревообработку. У нас Якубович для советской Беларуси, вот тоже, что ему чуть не посадили, за закупку бумаги, он покупал ее то ли у Кендабоги, то ли где-то ты покупал. Кстати, в Шклове фабрику, вот эту, завод газетной бумаги, построили именно вот от газетчиков, начиная. Я не знаю, удовлетворяет по качеству она вас сейчас или нет, но вроде бы расходится. Меня информируют о том, что бумага нормальная, приемлемая. То есть тоже было решение. Сырье для этого есть у нас? Есть. Правильно ли эти решения? Вот в частности даже деревообработка. Конечно правильно. Слушайте дальше. Слушайте дальше. Это было мое принципиальное решение. Для того, чтобы конкурировать на рынке, модернизация нужна была. Она была неизбежна. В Витебске, по-моему, 7 или 8 предприятий попали под эту модернизацию крупнейшую. Начиная от Витебска, Косиниц там водил меня, показывал, какое разрушенное или кто-то до него ему пришлось заниматься. Начали, ввязались в эту модернизацию. Никакой модернизации, никаких мероприятий в этом направлении бы не проводилось, если бы не было соответствующей документации. Строительные и прочее. Какая строительная организация возьмется строить цель, где будут работать люди, если нет документации? Естественно, она была, эта документация. Дальше. Нам предложили новое оборудование, хорошее. Вот я опять Ивацевича приведу. Не всегда, конечно, нормально получалось. Немцы. Мы им говорим, ребята, мы у вас купим оборудование, но вы дайте нам иностранный кредит, свой кредит вашего банка под это оборудование. Нормальный ход? Нормальный ход. Создали одно, второе, третье. Некоторые предприятия начали не укладываться в сроки. Начали прибуксовывать. И я поехал по этим предприятиям. И деревообработка чрезмерно, по сравнению с другими модернизированными предприятиями, прозвучала, потому что я уцепился за нее мертвой хваткой. И чаще бывал там, а коль я бывал, и вы следом ездили и натопырили, так сказать, общество. Тоже больше всего, наверное, на Борисов древе. Поэтому я не вижу здесь что неправильного. Вы говорите, как можно было начинать, когда нет там планов чего-то еще и прочее. Вы настолько свето... Вот для меня новость. Вы настолько свето... Это я взберу из отчета Комитета госконтроля, где четко было написано, не было разработок бизнес-плана, не было проведено анализа рынка. То есть ничего просто... Хорошо, вы скажите тогда, где не было бизнес-плана? Что значит не было анализа рынка? Мы продавали продукцию, вот ламинированную эту плиту сказали вам. Мы продавали такую же продукцию, производя на мебельных наших фабриках, но покупали ее в Германии по импорту. Сейчас мы в эту же мебель, произведена на немецком оборудовании, вставляем, грубо говоря, эту плиту и также продаем. То есть мы импортозамещением занимались. Поэтому, да, если бы это было не так, если бы не было рынка, другой вопрос. Вот он назвал один факт. Я уверен, я уверен, что сейчас руководителя, если позвать, я могу вам организовать это, он вам докажет, насколько увеличился экспорт нашей продукции. Мебель, она всегда нужна будет. И в России, и у нас при любых. Это почти как продукты питания, одежда, следом мебели. Так или иначе люди обновляют, что-то покупают. И мы к этому рынку приспособились, обеспечив импортозамещение. Сейчас вопрос стоит доведения до ума мебельных фабрик. Но туда мы деньги этим вкладывать не будем, огромные. Потому что мы еще на этих фабриках, что-то мы там сделали, модернизировали, но мы умеем делать все. Вот оно. Вот наши мебельные фабрики. И это еще не все. Вот эти вот столы, кресла и прочее, это еще не все. Они умеют еще больше делать хорошей мебели. Что касается коррупционеров, вы говорите, ну я не стану отрицать, наверное, они есть, эти коррупционеры. Но когда вы жестко ставите так вопрос, желательно факты. Вот вы говорите Мальцеву, он бедолага такой-сякой. Мальцева, когда назначили, я с ним лично разговаривал. Я от всех все чиновничество ему прямо сказал при них. Запомни, ты будешь персонально передо мной нести ответственность. Ну слушайте, если я приезжаю, он, опустив руки, спрашиваю, построили все, а это что? Это котельная будет. Так зима. Почему ты не сделаешь? Как без котельной можно работать? Почему не сделали? А там что-то турки начал нести. Вижу, человек не совсем в этом ориентируется. Я еще раз его поддержал в этом плане. Но если бы он не справился, это один вопрос. Я бы его защищал и от тюрьмы, если на то пошло. Но, наверное, там другие вопросы, которые были связаны с его работой. Если вы уж по Мальцеву, поэтому, лучше нарекательным имя стало. Если вы по нему нарицательным, если вы по нему привели пример. Наверное, там есть и другие. Что касается отчетов, вы знаете, ну я смотрю эти отчеты, я их читаю. Они действительно есть. Сколько возбуждено, суд направлено, дел по коррупции и так далее. Я это читаю. Но для меня не этот показатель главный. Не этот. У меня есть другие рычаги контроля подобной ситуации. И вы знаете, что приукрасить ее невозможно. Вы знаете мою реакцию на любой поступок. Любой. От охоты там в Чернобыльской зоне до великих деятелей. Решение одно. Даже те, которые когда-то вертелись возле моих ног. Поэтому, если вы говорите о том, что закон там какой-то не такой. Да, я не могу это сейчас опривергать, потому что законы создаем мы. Не простые люди и не журналисты, а начальники. Может, какой-то действительно где-то что-то не предусмотрели. Но я всегда правоохранительным задаю. Вам этих норм достаточно, чтобы бороться с коррупцией? Наркоту, прежде чем прочее. Вызываю полковников, майоров, которые непосредственно этим занимаются. Достаточно, товарищ президент. Может, где-то не досмотрели. Вы меня насторожили в этой части. Хорошо. Мы сейчас формируем закон новый о борьбе с коррупцией. Так? Готовит. Он меня насторожил. И я очень серьезно подойду к этому закону. Да я знаю вашу позицию. Приследите. Надо пригласить. Пригласите, пусть скажет, покажет, что не так. Не надо прятать ничего. Раз так говорит человек, значит, у него есть какие-то основания. Поэтому пригласите. Я все равно у вас спрошу про него, когда вы представите мне этот проект закона. Поэтому я не стану отрицать, что мы все предусмотрели. Но то, что мы каленым железом не пытаемся, по крайней мере я, выжечь эту заразу, это не так. Даже международные эксперты, которые к нам относятся, знаете, не очень, они это признают. Но избавиться от нее в раз невозможно. Возможно ли вообще, я как человек, занимавшийся много этими вопросами, можно ли избавиться от нее? Я не скажу, что нельзя. Но не скажу, что и можно. Наверное, в чем-то вы правы, когда говорят, многие говорят, расхожее это определение, что это зараза, которую победить невозможно. Ее надо свести хотя бы к минимуму. Может быть и так. Поэтому я вот в плане борьбы с коррупцией, я абсолютно открыт. И вы никому не верьте, как у нас оппозиция, вы сказали, кто-то там, президент, режиссирует этим. Если я режиссер, то вы обязательно должны найти факты моей коррупции. Если я коррумпированный человек, значит я буду или молчать, рот закрывший, никогда про коррупцию не говорить. Или действительно буду режиссером. Вот поэтому вы найдите с той оппозицией эти факты. Я никуда не денусь. Хорошо, если бы также открыты были госорганы в борьбе с коррупцией, с журналистами. Почему-то они в последнее время совершенно журналисты, что касается коррупции, закрылись. Александр Николаевич, установите такой порядок, чтобы генеральный прокурор, который у меня отвечает за контроль в этом плане, это ответственность прокурора, чтобы он один раз в квартал информировал журналистское сообщество по борьбе с коррупцией. Может еще что-то на какие-то распоряжения? Тут я вас абсолютно поддерживаю. Если надо еще, я знаю, что журналисты обижаются, что от госчиновника, министра не вытянуть какой-то информации. Дайте распоряжение отменить эти внутренние инструкции в госорганах по работе с прессой, которая противоречит закону об борьбе с коррупцией, закону о СМИ, закону о других множестве законов, в зависимости от ведомства, потому что они ограничивают исследователей в работе со СМИ. Я вам конкретный пример приведу. Мы очень много писали материалов о коррупции, не согласованной с Следственным комитетом, о тех делах, о которых почему-то Следственный комитет не предпочитал, прямогласно не заявлять. Что сделал Следственный комитет? Три месяца всю нашу редакцию держали на просушке. Вызывали на допросы меня, даже рекламный отдел. Для чего? А чтобы прекратить все эти факты, не санкционированные на коррупции. Хотя мы там не писали, что государство плохое, никаких политических заявлений не делали. Три месяца, что Следственный комитет заняться было нечем. Исследователь сидит передо мной и говорит, у меня столько работы, я вот вынужден вами заниматься. А зачем вы мной занимаетесь? Мы что, закон нарушали? Какую редакцию вы? Портал деловой информации, ежедневник. Вы интересуетесь? А что это делали? Потому что писали коррупцию. Мы открыты, пожалуйста, в суд обращайся, если какие-то права нарушили. У нас постоянно идут суды. Последний суд был с администрацией парковых соцтехнологий, которые выиграли. Мы не прячемся. Мы не где-то там в России, не за рубежом, не в Литве, нигде. Мы здесь сидим, мы открыто говорим, что за свои слова отвечаем. И вот меня, к примеру, это возмутило. Когда произошла на проверке двух следователей, которые после имели контакты с нашей журналисткой, в обход при службе, после вот встречались. Их просто уволили на издании всем остальным. Вы, пожалуйста, тоже нам фамилии передайте. Если это так... Это так и есть. Это я считаю, что это за защиту коррупционеров. Если это так, как вы говорите, считайте, что вы получите самую прямую мою поддержку. Я вам это обещаю. Что касается вот такой вот лобовой атаки на коррупцию, вы получите самую реальную поддержку. Это я вам обещаю. Александр Николаевич, разберитесь. Ну, я не думаю, он человек горячий, кстати, как и вы по характеру. Но вам легче будет с ним разговаривать, кстати. Но, видимо, дыма без огня не бывает. Вот эти всякие инструкции, о которых говорили, если они действительно есть, их надо одним предложением, указом и прочим распоряжением президента убрать. И вообще надо выработать практику. Если министр или должностное лицо, к которому мы обратились, отказывается безосновательно общаться с журналистами и отвечать на их вопросы, надо установить практику. Знаешь, это не министр, а не должностное лицо. К нему обратился журналист. Ответь. Если критика, у нас, по-моему, указ есть, ты должен отреагировать. Если это нет, отвечай. Выгонять надо. Десяток выгнать, две сотни забудут. И проблема исчезнет. Вернитесь к этому. Это не первый раз я уже, это я не первый раз слышу. И нам надо взять этот вопрос на контроль. Если у вас действительно подобные возникают проблемы, но имейте в виду, вы должны быть ответственными людьми. Вы президента информируете. Если это выльется в дезинформацию, пострадают ведь люди. Поэтому, если вы убеждены, а не просто обижены, и у вас есть факты, я вам разрешаю. Напрямую пресс-секретаря проинформируйтесь, она мне в любой день доложит. В любой. Но ответственно. Потому что отвлечены будут люди на проверки разные там, и доклады мне, и меня вы отвлечете. А не дай Бог, еще где-то провалимся, и накажем человека ни за что. Поэтому я вас абсолютно поддерживаю, что любой чиновник с журналистом должен общаться, потому что через вас он общается со всем обществом. Почему я должен отвечать где-то на злобу дня, ходить с журналистами, общаться? Это вы правы. А министра не увидишь. Президент и дерьмо всякое должен брать на себя и об этом говорить. Я это вижу. Поэтому я абсолютно с вами здесь согласен. А если еще инструкциями обставились противоречащим? Законно. Это спросим. Но хороши наши и тузы, которые вот здесь сидят. Наверное, надо и до них уже добираться. Что к азиатку, сенатору или киселю, или к Давыдьку? У них прямые телефоны президенту стоят. У Давыдька стоит прямой телефон. Снял трубку, у меня раздался звонок. Как у члена правительства. Кто ему мешает снять трубку и доложить, что чиновники какие-то не выполняют его требования? Или сенатор. Целый сенатор-казиатка. Кто может ему не подчиниться? Значит, где-то хорошо, видимо. Значит, это уже не надо. Круговая порука или еще что-то. Я, к примеру, говорю. Я не говорю, что, Юра, это действительно так. Но ваши коллеги наверхотуры, тот же Якубович и другие, имеют очень большие полномочия. Вы могли бы и через них работать. Или прямо, вам же просто на них выйти. Если они этого не делают, если они, имея такие полномочия, не информируют, в том числе и президента, они не на своем месте. Поэтому используйте эти все варианты, все возможности. Вижу, что вас где-то зацепили. Слишком эмоциональны. Но когда будете ко мне обращаться, конкретные факты, конкретные и без эмоций, чтобы мы не угробили с вами человека или не пострадали чьи-то судьбы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok